Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем, постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, мы снова на финансовых рынках, следим за курсом американского доллара и ждем значимых фундаментальных отчетов. На этой неделе нам точно будет за чем последить. Во-первых, нас ждет выступление председателя американского регулятора Джерома Павла в Конгрессе. Также на этой неделе нашему вниманию будет представлен блок американской статистики по состоянию американского рынка труда. Это традиционный для начала каждого месяца релиз Non-Farm Perils, который поможет нам уточнить дальнейшие перспективы американской денежно-кредитной политики. Индекс доллара, если подводить итоги того, как он провел прошлую неделю, это консолидация в диапазоне 104-105 пунктов. Ну, не будем особо придираться к динамике доллара, потому что стоящих фундаментальных триггеров для того, чтобы индекс доллара смог выйти на новые локальные максимумы, не было. Из отчетов, которые были достойны нашего внимания, пожалуй, стоит выделить только заказы на товар длительного пользования. Многие к этому релизу придрались, но мы копнули глубже, проанализировали отдельные компоненты, пришли к выводу, что тот спад, который был зафиксирован, он стал следствием снижения спроса на гражданские суда в прошлом месяце, воздушные суда. И разобравшись в том, что за некоторое время до этого, буквально два месяца назад, был ажиотажный спрос, это снижение стало органичным, поэтому я предложил вам убрать эту составляющую из релиза, и если бы мы это сделали, то в целом заказы на товар длительного пользования продолжают демонстрировать положительную динамику. Еще два важных релиза, это ISM производственного сектора, здесь также было значение выше, чем в позапрошлом месяце, и ISM в сфере услуг, возможно, более значимый для американской экономики релиз, чем промышленный сектор, потому что на сферу услуг, как правило, приходится больше 60 или даже 70 процентов всего экономического восстановления. По поводу активности в сфере услуг, 55,1 это существенно выше, чем ожидали эксперты, прогноз был на отметке 54,5. И какие выводы нужно сделать после того, как мы получили еще три важных релиза? Ну, конечно же, самый главный вывод, он заключается в том, что теперь у американского регулятора есть больше пространства для маневра, касающегося дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. И здесь нужно уже, друзья, определяться, согласны ли вы с теми, что американский регулятор пойдет на повышение процентной ставки на мартовском заседании сразу на 50 базисных пунктов, либо вы считаете, что пока что все будет более умеренными темпами в плане изменения ключевой процентной ставки, и на трех заседаниях подряд ставка будет расти на 25 базисных пунктов на каждом. Если вам интересна моя точка зрения, хотя вы наверняка ее знаете, я сторонник того, что буквально через две недели, когда состоится мартовское заседание, американский регулятор повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. И я не один в этом суждении. Большое количество представителей американского регулятора, которые уже высказались, это Нил Кашкари, Лоретта Мейстер, Джеймс Буллард, Рафаэль Бостик и Кристофер Хакбуллард, которые в целом являются голосующими членами американского регулятора, за то, чтобы активнее сейчас повысить процентную ставку, потому что того требуют текущие экономические условия. И мы с этим не можем не согласиться, потому что инфляция остается существенно выше целевого ориентира. И если бы мы опять же занялись анализом тех данных по инфляции, которые были опубликованы ранее, то есть все предпосылки, что на положительную территорию выйдет и годовой показатель. Напомню, что данные по февральской инфляции, конечно же, будут опубликованы до заседания американского регулятора. И если мы увидим, что и в годовом выражении инфляция также будет со знаком плюс, то это станет, ну мне кажется, окончательным аргументом в пользу того, чтобы американский регулятор активнее сейчас уже точал монетарную политику. Тем временем доходность американских облигаций 3,94. Сейчас, конечно же, доходность трежериса, которая остается, на мой взгляд, на космических уровнях сейчас, указывающая на то, что все-таки трейдеры закладываются под более активное повышение процентной ставки. Это как раз еще один фактор поддержки для курса доллара, что мы должны учитывать при принятии решения покупать либо продавать доллар. Я надеюсь, что вы уже определились и прекрасно понимаете, что сейчас лучше делать ставку на укрепление позиции американской валюты. Поэтому давайте дождемся выступления Паула в Конгрессе, последим за статистикой по Non-Farm Perils. И поскольку я уверен, что Паул даст снова сигнал в пользу дальнейших высоких темпов ужесточения монетарной политики, и я не жду, что отчет Non-Farm Perils разочарует. Я сторонник того, что индекс доллара эту неделю завершит выше 105 пунктов, может быть, даже в районе 106. По поводу других финансовых активов все без изменений. Золото 1854 доллара за тройскую курсу. Да, этот актив растет, но напомню, что мне кажется, что для золота в любой момент могут стать достаточными триггерами для развития нисходящей динамики. Рост доходности трежа есть укрепление позиции доллара. Поэтому золоту я дам еще последний шанс в рамках этой недели перейти к развитию нисходящей динамики и все-таки протестировать поддержку 1800 долларов за тройскую унцию. Рынок нефти 85 долларов за баррель. Хай в прошлой неделе был 85.95. Катализаторы прежние, рынок полон энтузиазма, делая акцент на то, как растет деловая экономическая, промышленная активность китайской экономики. И этот рост сейчас максимальный за последние несколько десятков лет. И ожидание того, что именно Китай будет основным катализатором спроса на углеводороды, сейчас поддерживает вот эту бычью динамику бренда WTI. Тем более, что по прогнозу Банков Америка, рост спроса в Китае может стать причиной повышения мирового спроса на нефть в этом году до 103 миллионов баррелей. Это новый рекорд. Ну, вполне логично, учитывая, что Китай освободился от ограничивающих, скажем так, обстоятельств в виде ограничений, локдаунов и политики нулевой терпимости, которая на протяжении нескольких лет сдерживала развитие вот этого экономического потенциала. Поэтому по рынку нефти я также сторонник дальнейшего роста и жду 90 долларов за баррель. Европейская валюта против доллара 1.0644. Здесь дальнейшее снижение в приоритете из-за значительного роста инфляции и слабости промышленного сектора. По британской валюте то же самое 1.2032. Сейчас ждем пробой поддержки 1.20. С прошлой недели у нас в качестве негативных факторов для британской валюты сомнения, в том числе и руководство Банка Англии в целесообразности дальнейшего повышения процентной ставки и начавшийся уже кризис недвижимости, поскольку первые индикаторы, предвестники этого отчет Nationwide по динамике цен впервые с 2020 года зафиксировал отрицательные значения. Ждем британскую валюту в районе отметки 1.19. И рынок криптовалют. Ранее была ставка на снижение, эта ставка отрабатывает. Биткоин сейчас котируется чуть выше 22 тысяч долларов, но учитывая риск банкротства криптобанка Silvergate, ухудшение в целом настроений криптоинвесторов, усиление регуляторного контроля и давления со стороны регуляторов на криптовалютной компании, я думаю, что новые минимумы еще впереди. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!